Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева прибыли на открытие нового жилого комплекса Гобу-парк, заложенного для вынужденных переселенцев восточной части третьего километра дороги Лёкпятан-Гобу на северо-востоке поселка Лёкпятан в Городавском районе. Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Руф Шанжзаев и председатель Паша Холдинг, руководитель проекта Кямиль Алиев, проинформировали главу государства в проделанной работе. Сообщалось, что общая площадь жилого комплекса 6,4 гектара. Заказчик проекта Паша Холдинг, подрядчик домостроительный комбинат Кристалл Абширон. Фундамент жилого комплекса заложен 30 мая 2017 года с участием первого вице-президента Мехребана Алиевой. Строительные работы выполнены на высоком уровне и завершены в мае этого года. По проекту построено 11 двухплощных девятиэтажных жилых знаний на 1026 квартир. В комплекс входят трехэтажное школьное здание и детский сад. В новом жилом комплексе созданы и другие необходимые инфраструктурные объекты. Церемониальный дом на 350 мест, почтовые, медицинские, полицейские пункты и жилищное эксплуатационное управление. На территории построена подстанция мощностью 35 тысяч киловатт. Заложен парк отдыха, сооружены детские площадки. При закладке комплекса особое внимание было уделено сооружению систем электровода, газоснабжения, отопления, растительные системы, сетей, связи и телевидения, создана канализационная система. Глава государства был проинформирован, что этот жилой комплекс – 98-й по счету поселок в стране, заложенный для вынужденных переселенцев. Меры, реализуемые президентом Ильхамом Алиевым по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, работа по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев свидетельствует, что лица этой категории всегда окружены заботой и вниманием. Переселение беженцев и вынужденных переселенцев из мест временного проживания, палаточных городков, поселки, построенные на уровне современных требований, является показателем внимания государства к этим гражданам. Принята государственная программа по улучшению материального благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев, проделана значительная работа по увеличению социальных выплат. Одним из важных шагов в этом направлении стало проведение 9 марта 2017 года под председательством первого вице-президента Мегрибана Алиевой совещание, посвященного переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях Баку и Сумгаита. В своем выступлении на совещании Мегрибана Алиева дала поручение об улучшении условий жизни вынужденных переселенцев, размещенных в зданиях, находящихся в аварийном и непригодном состоянии. В мае 2017 года в Городахском районе был заложен фундамент жилого комплекса «Юмит» для 1026 семей вынужденных переселенцев. Лицами этой категории были вручены 470 квартир в поселках Масазыр и Мехтиабад-Абширонского района, а также в поселке Романа-Сабунчинского района. Президент Ильхам Алиев и первые рейдеры Мегрибана Алиева знакомились с условиями, созданными в квартирах нового поселка. Сообщалось, что здесь 108 квартир одна, 396 двух, 363 и 162 квартира четырехкомнатная. Общая площадь квартир – 73 тысячи квадратных метров. Все квартиры отремонтированы и оснащены кухонной мебелью. Квартирами в данном комплексе будут обеспечены 1026 семей вынужденных переселенцев, размещенных сейчас в аварийных зданиях. Отметим, что в результате процесса, начавшегося в 2007 году со сноса 12 палаточных городков, по сегодняшний день для беженцев и вынужденных переселенцев построены современные поселки и комплексы с многоэтажными зданиями общей жилой площадью 3,2 миллиона квадратных метров. Улучшены жилищные условия 52 тысяч 500 семей или свыше 265 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. На эту работу было выделено 2,3 миллиарда моната. Для решения проблемы до категории лиц до сегодняшнего дня израсходовано 6,6 миллиардов монат. Социальным фондом развития вынужденных переселенцев 24 тысячам вынужденных переселенцев выделено микрокредитов в объеме 14,8 миллионов монатов. Национальным фондом поддержки предпринимательства льготные кредиты 2000 гражданам этой категории на сумму 40 миллионов монатов. За прошедший период 200 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены постоянной работой в бюджетных организациях и других сферах. Тем самым за прошедшие 15 лет уровень бедности среди вынужденных переселенцев 75% снизилась до 12%. Глава государства и первые леди ознакомились с условиями, созданными в детском саду «Шеримбала» на 222 места. Здесь имеются все условия для воспитания и обучения детей. Детский сад, где будут функционировать 11 групп, создан согласно вкусам маленьких воспитанников. Обеспечит их комфортом, отдыхом и приобретением первоначальных знаний. Комнаты и коридоры украшены любимыми сказочными персонажами детей. В здании установлена система видеонаблюдения противопожарной безопасности. Учреждение оснащено необходимым мебелью, инвентарем и оборудованием. Созданные в саду условия дают возможность заниматься воспитанием и обучением детей на высоком уровне. Играют роль в становлении их как образованных граждан широким кругозором. На территории, где расположен детский сад, осуществлены широкомасштабные работы об обулоустройстве и созиданию. Президент Ильга Малиева и первая леди Мирибан Алиева во время знакомства с условиями школы на территории жилого комплекса проинформировали, что это учебное заведение рассчитано на 624 учащихся. Здесь есть все условия для изучения научных тайн. В отличающиеся высокими качественными условиями учебным заведением, обеспеченные современным оборудованием, имеются все условия для обучения и воспитания. В компьютерном кабинете учащихся будут постигать информационные технологии. Спортивный зал также оснащен необходимым оборудованием. Здесь есть все условия для занятий школьников физической культуры. В актовом зале можно проводить любые мероприятия. Внимание и забота президента Ильга Малиева о развитии образования демонстрируют, что эта сфера включена в число важных принципов государственной политики. Этот процесс не ограничивается только столицей, охватывает и регионы, служит формированием высокого уровня образования у наших соотечественников, лишившихся родного очага. Поддержка фонда Гейдара Алиева этой программе действия, осуществляемой на государственном уровне, отличается своей уникальностью. Президент Ильгам Алиев и первые леди Мирбан Алиева встретились с вынужденными переселенцами. Президент Ильгам Алиев отметил, что это свидетельствует о том, что социальные вопросы вынужденных переселенцев всегда находятся в центре внимания. Напомним, что фундамент этого комплекса был заложен год назад первой леди Мирбан Алиевой. Глава государства подчеркнул, что здесь создана вся социальная инфраструктура. Президент Ильгам Алиев отметил активное участие частного сектора в строительстве комплекса. Добавил, что в последнее время предприниматели реализуют большое количество социальных проектов в этой сфере. Напомним, что ежегодно тысячи вынужденных переселенцев обеспечиваются квартирами. Президент Ильгам Алиев сказал, что успешно реализуется государственная программа по решению проблем лиц этой категории, улучшению их жилищных условий и повышению занятости. Заверил, что наше государство и впредь будет решать проблемы вынужденных переселенцев. В этом направлении будут реализовываться социальные проекты. Восстановление села Джуджух Мерджанлы – показатель несгибаемого духа азербайджанского народа. Это еще раз доказывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Является показателем того, что все вынужденные переселенцы живут одной мечтой – вернуться на родные земли, сказал глава государства и подчеркнул, что наш народ любой ценой вернется на родные земли, и территориальная целостность из страны будет восстановлена. Вынужденная переселенка из Шуши Василия Халилова выразила главе государства благодарность за проявленные к ним внимания и заботу. Вынужденный переселенец из Лачинского района Мехебет Хасянов также выразил свою признательность. Заключение было сделано фото на память.